Привет, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость говорит, что Иисус путешественник во времени. Путешествия во времени реальны, и у него есть доказательства. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Сегодня у меня в гостях Трой Броуэр. Трой, у тебя очень спорное учение, ты все время попадаешь в трудности, не так ли? Да, это так, попадаем. Хорошо, ты говоришь, что Бог создал путешествия во времени. И у тебя есть подтверждение из Библии, которое большинство людей никогда не замечали. Объясни это. Бог — это не Отец времени, Бог — это Отец всего. Бог создал всю Вселенную, в которой вместе существует время, пространство и материя. В Бытии 1 главе 1 стихе мы можем прочитать. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Тысячи исследователей изучали Библию и не замечали этого. Когда Бог создал время, Он создал его таким образом, что у Него есть начало и конец. Он сделал это по определенным причинам. И нам очень важно это понять. Какие это причины и зачем? А почему? Это так важно понимать. Сам Мессия — это Спаситель, и когда Он искупает грехи, Он изменяет зло на благо, смерть в жизнь, стыд в честь. Этот процесс и есть искупление. Когда проливалась кровь Агнца, начинался процесс искупления. Вот о чем мы говорим, когда речь идет об искуплении. Если вы спросите меня о подробностях, я расскажу вам. Он в процессе искупления всего. Где в этом процессе место для времени? Я никогда не задумывался над этим. Прежде чем я начну это объяснить, все мы знаем, что мы можем призвать Господа прямо сейчас. Сюда. Конечно. Все мы любим Бога, Его видимое присутствие, Его долготерпение, Его присутствие. Я также знаю, что могу призвать Бога, могу сказать «Господи, призываю тебя в Уганду», могу попросить присутствовать Его на молитве своих друзей. Эта область нам всем понятна. Мы знаем, что если время, пространство и материя соответствуют друг другу, то мы можем призвать Бога в любое место. Но это также означает, что мы можем призвать Господа на любой отрезок времени. Я имею в виду, что я не могу вернуться в прошлое или оказаться в будущем. Но я знаю того, кто может это сделать. И он может оказаться как в настоящем, так и в будущем времени. А также в прошлом. Иисус говорил, что знает, какую смертью Его прославят ученики. Это означает, что Он был и в прошлом, и в будущем времени. Ты все это нашел в Библии. Так ты это понял, да? В Библии всюду об этом говорится. Даже в Псалмах говорится, «Сзади и спереди ты объемлешь Меня и полагаешь на Мне руку твою». Когда я впервые это увидел, я подумал, «Вот о чем я говорю». И все время это было в Библии. Ну, надо же. А я этого не видел. Я сказал, «Вау!» Бог не ограничен временем. Он не связан временем и пространством. Бог создал время для искупления. Он знает, где начинается временная шкала и где она оканчивается. А вот что случилось, когда он создал эту временную шкалу. Для Адама стало отчитываться время. День для Бога — тысяча лет. Адам погиб в один день, что случилось на 930 лет позже. Только говоря о времени, мы можем говорить, «Это было тогда», «Это сейчас», «А вот это еще только будет». В духовной сфере какой ты был, такой ты и есть. Вы просто следуете за Духом Святым. Искупленный. Когда речь идет о времени, это не так. Это очень личный процесс, когда Бог приходит к нам. Он начинает выкупать нас. Уровень за уровнем. Слой за слоем. По своему плану, который у него есть для каждого человека. Для того, чтобы в конце концов мы пришли к Мессии. Так он строит с нами удивительную связь. И опять же, я говорю о связи времен. И с этого момента все, что в нашей жизни казалось адом, теперь уже кажется раем. Это может случиться только на определенной временной шкале. Мы не должны пренебрегать тем, что Бог существует вне времени. Ты учешь тому, как исправить временную шкалу. Можешь исправить такие вещи в прошлом, такие как боль, как драмы прошлого. Объясни. Объясни нам это. Я могу сделать это только с Богом. Сид, я знаю, что если я буду искать Господа, то я найду Его. Если я спрошу, я знаю, что Он ответит. Я знаю, что если буду стучать, Он настолько милостив, что откроет дверь. Я знаю это. Это относится не только к настоящему, потому что для Него не существует времени. Итак, если я найду место в прошлом, или если я опасаюсь чего-то в будущем, я не могу отправиться назад в прошлое или наоборот в будущее. Но Он может. Даже если для меня это прошлое, для Него это не имеет значения. Я имею в виду, что Он не ограничен временем, время подчиняется Ему. У Трои есть доказательства, что Иисус путешествовал во времени. Оставайтесь с нами. К слову об исправлении временной шкалы, у тебя есть удивительная, я имею в виду, по-настоящему удивительная история, как можно молиться с людьми. Люди могут сами это сделать с помощью твоих дисков и новой книги об исправлении временной шкалы. Поделись с нами историей о кольце. Что это за кольцо такое? Однажды, когда я был еще очень молод, у меня было двое разных друзей, у которых родители погибли в авиакатастрофе. Одну из этих девушек я не видел потом много лет, и вот мы, наконец, встретились. Мы говорили о ее жизни, говорили о том, что произошло со времен этой ужасной трагедии. Как выяснилось, у нее не очень хорошее отношение с семьей, с братьями и сестрами, с мужем и с детьми. Я спросил ее, призывала ли она когда-нибудь с Бога в свою жизнь? Она сказала, что призывала. Тогда я спросил, просила ли она быть с ней в тот момент ее времени в прошлом. Она ответила, что не понимает, как это сделать. Тогда я спросил, что для нее самое страшное в той авиакатастрофе. Она сказала, что самое страшное то, что родители, должно быть, были напуганы. И я сказал, давай призовем Господа. Давай попросим Бога быть в тот момент в том самолете. Она спросила, можем ли мы это сделать, и я ответил, что можем. Мы начали молиться, и мы призывали Бога в тот самолет, чтобы он находился там тогда. И у меня было видение. Я увидел, как мужчина обнимает свою жену, и он повторял ей, «Бог с нами. Бог с нами». Я видел, как он обнимал ее, и увидел на его пальце широкое большое кольцо. Я рассказал ей о своем видении, и она сказала, что ее отец носил такое широкое кольцо на пальце. И он носил его, когда случилась катастрофа. И я сказал, теперь ты знаешь, что мы призвали Бога в тот момент в прошлом. Бог был там. Я слышал, как мужчина говорил, «Бог с нами». После этого он воссоединился с братом. Неожиданно начали улучшаться ее отношения. Бог показал им чудеса в их жизни. Брат сказал ей, что хотел бы побывать с ней на месте трагедии. Прошло уже более 30 лет, но они никогда прежде там не бывали. Они отправились туда вместе спустя более чем 30 лет. И прямо там, на земле, они нашли большое, широкое кольцо своего отца. Это был пророческий знак. А сколько лет прошло? По-моему, 32 года. Как это воздействовало на нее? Это изменило ее жизнь. Теперь она знала, что ее родители не были одиноки. Бог был с ними. И она также теперь знает, что у нее есть возможность сегодня призывать Господа в прошлое. Потому что Бог не ограничен временем. У нее улучшились отношения с мужем, с детьми. А все потому, что ее жизнь была исправлена с того момента времени. И теперь она благословлена. Очень много людей смотрят нас прямо сейчас, и они испытывают стыд. Возможно, даже за то, чего они не делали. Чему просто были свидетелями. Или за то, что они сделали, но теперь, как верующие, испытывают стыд. И они не могут простить сами себя за это. Может быть, ты расскажешь нам истории, связанные со стыдом и чувством вины? Да, был парень, который вышел из тюрьмы. И он провел в тюрьме 21 год. Он пришел к нам в церковь. Целый год он не мог найти работу. Он выглядел устрашающим. Он был весь в татуировках. Следы тюрьмы. Да, это ужасные следы тюрьмы. Он не мог найти работу. Однажды мы с ним говорили и молились, и я понял, что из-за его тюремного прошлого ему необходимо покаяние. Я не знаю, как Бог это делает, но я знаю, что Он может это сделать. У этого человека не было нормальной жизни, и я спросил его о дне, когда он был приговорен к тюремному заключению. Он рассказал мне, что это был ужасный день. Он знал, что как только судья вынесет приговор, дети отвернутся от него, жена бросит его. Это было ужасно. Мы призвали Иисуса в тот момент времени в прошлом. Мы попросили о Божьем присутствии и Божьей славе для него. И Бог услышал нас. На следующий день, в понедельник утром, Он проснулся с мыслью, куда Он пойдет устраиваться на работу. Он прошел долгий путь. И, короче говоря, когда Он пришел в то место устраиваться на новую работу, они не могли найти упоминаний в базе штата Техас о том, что Он отсидел 21 год в тюрьме. Это настоящее чудо. Все долги были аннулированы. Все записи о нем были аннулированы. Это просто невозможно. Он сказал им, что был в тюрьме. Они ответили, что таких упоминаний нет. Они трижды перепроверяли все. И в итоге приняли его на работу. Они сказали, наверное, это какое-то недоразумение. Это была хорошая работа за 50 долларов в час. Это было намного больше того, на что Он мог тогда рассчитывать. Тем более со сроком. Я просто не могу в это поверить. Он пришел в церковь, рассказал нам всю эту историю. Мы все очень обрадовались за Него. А Он все повторял. Искупление — это правда. Нельзя изменить прошлое, но можно изменить влияние прошлого на вас. Дьявол будет сердиться на вас всю оставшуюся жизнь. Да, это так. Хочу рассказать историю из моей жизни. Можно это сделать? Пожалуйста. Итак, когда я был молод, я играл в музыкальной группе. Мы любили Бога. Я был еще ребенком. Мы играли по всем Соединенным Штатам. Это случилось в Остине, в Техасе. Я был подростком. Мне было около 20 лет. Когда я играл на гитаре, я посмотрел на стену напротив и увидел там надпись «Время нужно Богу для того, чтобы все не произошло в один момент». Святой Дух будто проник в мой разум, в мое сердце и в мою душу. Я подумал, зачем Богу надо, чтобы все не произошло в один момент. Я начал спрашивать это у Бога. Более того, с тех пор я начал часто думать об этом и рассуждать. Я сидел в своей машине около мотеля в Техасе, смотрел на проезжающие поезда и просил Бога понять эту мысль. Мне нужно было докопаться до сути. Что это означает в один момент? Я ничего перед собой не видел, ни машину, ни вагоны. Я просто сидел и смотрел перед собой. И вдруг, слава Господня, снизошла на меня. У меня было видение. Я не ожидал этого. Святой Дух овладел мною. Я будто бы оказался высоко над этим местом, над этим поездом. Я смотрел на все сверху вниз. Я видел свой автомобиль. Видел поезд. Я получил это откровение. Я видел начало состава и конец состава. Я видел каждый вагон. Я знал, что этот Дух Святой дает мне откровение. Он сказал, трой. Так, я вижу твою временную шкалу. Временную шкалу каждого человека. Ты можешь увидеть только один вагон в одно время. Бог же может видеть одновременно сражение Давида и Голиафа, получение Авраамом с заветом, воскресение Иисуса, ужасы темных времен и наше настоящее время. И Он может войти в эти моменты и выйти из них, как и когда Ему захочется. Как только я получил это видение, я понял, что это все меняет. Если речь идет о моей временной шкале, первый день, когда я родился, и мой последний день, Бог знает каждый мой день. А это означает, что я могу призвать Господа в любое время в прошлом, и Бог изменит его для меня. В любое время, до момента моей смерти. Во время покаяния мы теряем все, но в то же время мы и получаем все. Поэтому апостол Павел говорит, что смерть – это приобретение для него. Мы теряем старое и приобретаем новое. А вы хотите, чтобы Иисус изменил ваше прошлое, так же, как и будущее? Тогда оставайтесь с нами, и Трой расскажет, как это сделать, а также помолится за вас. Это сверхъестественно. Трой, а как мы можем максимально извлечь пользу из этого потрясающего дара покаяния? У меня есть несколько пунктов, соблюдая которые, мы можем использовать этот дар. Первое – это понимание, что Бог не ограничен временем. Второе – это понимание того, что Бог создал время для покаяния. Третье – покаяние меняет все. И, наконец, четвертое – Бог создал меня проводником моей временной шкалы. И я могу сотрудничать с ним на любом этапе этой шкалы. И он хочет, чтобы я призывал его. Итак, Бог не связан временем, он создал время для покаяния. Покаяние меняет все, и Бог желает, чтобы мы призывали его в каждый этап своей жизни. Когда Бог является, все меняется. Это самое потрясающее. Итак, Трой. Как это влияет, и что это значит для нашего настоящего и будущего? Если я призову Бога в свое прошлое, если он повлияет на любой этап в моей жизни, в временной шкале, скажем, со мной приключилось что-то, ну, скажем, когда мне было 10 лет. И вот я призываю его в тот момент, и он влияет на эту драму в моей жизни, в тот момент. И, возможно, это сотрет эту драму из твоей жизни навсегда. Именно так. Вот о чем я говорю. Я могу заменить результаты изменения своего прошлого в своем настоящем. То, что случилось в прошлом, больше не существует. Поэтому все просто рассыпается. Надо понимать, что если мы призываем Бога сейчас, в нашем настоящем, это абсолютно изменит наше будущее. Просто представьте, что если мы сейчас призовем Бога в наше будущее, это также изменит и наше настоящее. Он говорит, «Я есть начало и конец». Это понятно. Например, я очень переживаю о дне своей смерти, потому что я хочу, чтобы Бог был со мною в этот день. Я просил у Бога, чтобы Он сделал мой последний день лучшим днем. Я хочу чувствовать твое присутствие. И что произошло? Все мои страхи, все переживания в настоящем просто исчезли. Ты хочешь сказать, что люди, которые смотрят нас прямо сейчас, которые боятся смерти, но любят Бога, могут просто распрощаться со своими страхами, просто как бы оставить их в прошлом. Все так просто. Ты знаешь это, и я тоже знаю. Но я не знаю, знают ли это наши зрители. Это называется «бессмертной жизнью». Это греческий термин. Иисус сказал, что мы должны знать Его всей душой. Мы должны знать Его не только разумом. но и нашей душой. Вы молитесь, но вы не познали Бога своей душой, или вы не знаете Его даже разумом. Иисус однажды искупил все плохое в вашем прошлом, ну и теперь ваша жизнь полна благословений, она может быть благословленной в будущем, если сейчас вы измените все. А изменить это можно простой молитвой, которую вы можете повторить за мною. Скажите, дорогой Бог, я грешник. Я согрешил против тебя. Я сожалею об этом. я верю, что кровь Иисуса омывает все плохое, что я сделал. И теперь я чист, и когда я очистился, Иисус, Мессия, я приглашаю тебя прийти ко мне. я делаю тебя не только своим спасителем, но и своим Господом. Аминь. Трой, я бы хотел, чтобы ты помолился о том, о чем Бог тебе скажет молиться прямо сейчас. помолись, чтобы они получили исцеление в своей жизни, в семье, в здоровье, в финансах, в болях и в страданиях, в неверии. Помолись, пожалуйста, за каждого. Друзья, Иисус, это ответ. Он очень любит вас. Вы можете призвать Его в любой день вашей жизни, в любой этап вашей жизни, в настоящем, в прошлом и в будущем. Я помолюсь о вас, и я хочу, чтобы каждого из вас коснулась моя молитва. Отче, я прошу, чтобы каждый, кто смотрит нас сейчас по всему миру, я прошу, чтобы ты показал им их временную шкалу. Я призываю тебя, Боже, в каждый их день. Я знаю, что они сочтены. Я молю тебя, Боже, чтобы они служили в вере, чтобы они почувствовали твое сверхъестественное присутствие. Я призываю тебя в каждую жизнь, так, чтобы тебя нельзя было не заметить и игнорировать, чтобы нельзя было отрицать. Пусть твой дух управляет их жизнями. Боже, я молюсь, чтобы ты был с нами в прошлом, чтобы ты убрал страхи о будущем, дабы ты находился в нашем настоящем. Господи, я прошу тебя, приди в жизни каждого человека, который призывает тебя, даруй каждому из нас исцеление именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Вы знали, что есть слова, которых дьявол очень боится? Мы можем сковать его нашими словами. Я доктор Кевин Задай, присоединяйтесь ко мне, мы обсудим, какая мистическая сила есть в наших словах и вооружимся в новом году. АСН онлайн сеть это сверхъестественно теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные двум тысячным процента от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественное теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.